МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действие. Второе. Картина. Третье. Та же гримерная, тело Вячеслава, лежит на сдвинутых студиях. Рядом, опустив голову, пристроился Алексей. Петр шагает туда-сюда и что-то бормочет. Ольга, закрыв лицо руками, рыдает, отвернувшись ото всех. Пауза длится довольно долго. Неожиданно Ольга срывается с места, взлетает на подоконник, распахивает форточку и, захлебываясь слезами, кричит. Люди! Люди! Петр, бросаясь к ней, что ты, родная, что ты, не надо! Пытается снять ее с подоконника. Что ты делаешь? Зачем? Ольга отмахивается, легается ногами. Люди! Уйди, не мешай мне! Люди! Львы, орлы, куропатки, рогатые олени, гуси, жуки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом. Словом, все жизни, все жизни, все жизни! Не свершив печальный круг, угасли! Петр, ну что ты, успокойся, с ума сошла! Алексей, боже, какая пошлость! Петр Алексею, ты тоже знаток человеческой души! Алексей, это Чехов! Петр, и он тоже знаток, твою мать! Ольга, холодно, холодно, холодно! Пусто, пусто, пусто! Страшно, страшно, страшно! Петр, Оля, ну нельзя так! Ну зачем ты кричишь так страшно? Спускайся, не надо! Все равно ничего не изменишь! Раздается богатырский храп. Все удивленно прислушиваются. Тело Вячеслава начинает шевелиться. Он поворачивается на бок, чмокает губами, храпит. Ольга бросается к нему, трясет, пробует усадить. Гад! Скотина! Хлещет его по щекам. Вставай! Вставай, ну вставай же! Ну что вы сидите, стоите тут? Поднимите его! Петр и Алексей помогают поднять Вячеслава. Ольга, я тебе, я тебя, гад! Алексей, слава! Слава! Давай потихоньку поднимемся. Петр, напугал ты нас, брат. Думали, край твой пришел. Ольга, свинья! Сейчас ногой двину! Морда наглая! Алкаш хренов! Вячеслав мутно. Меня нельзя ногой. Меня нужно. Нужно нежно. Меня нужно. Я полежу немножко. Ольга, зараза! Ты нас напугал. Ты слышишь меня? Алло, ты меня слышишь? Вячеслав. Угу. Ольга. Ты сказал в сердце. Ты понимаешь, что мы, что ты... Вячеслав, в сердце. Ольга. Опять? Вячеслав. Вячеслав тебе не хочется покоя сердце. Как хорошо на свете жить. Дайте мне полежать немножко. Не трогайте меня. Я устал. Ложиться. У меня диабет. Я больше не могу. Эх, Оля! Налей мне... Ой, коньячко. Черт. А ну вас всех. Надоели все. Мутно мне. Петр, Оля, Оля. Тазик возьми в реквизиторской. Боюсь, что сейчас он нам тут пригодится очень. Алексей, я схожу, возьму. Дай ключи. Петр, шестнадцатый ключ на вахте под стеклом. Давай только быстренько и тряпку захвати из туалета. Алексей. Угу. Выходит. Петр, Вячеславу. Эй, инвалид, диабетик, слышь меня? Вячеслав, ну что тебе надо? Я лежу тихо, никого не трогаю. И ты меня не трогай. Петр, нажрался ты, братец, хорошо. Ольга, может, в кабинет его как-нибудь? Вячеслав. Олячка, веточка моя, светик мой ясный. Скажи этому чучелу, чтобы он отстал от меня. Пусть куда-нибудь прогуляется, а? Петру. Чучела, ты курить не хочешь? Петр, ты, кажется, уже получил сегодня. Мало? Добавить? Ольга. Петя. Ну, он же пьяный. Смотри, он же никакой. Что ты его слушаешь? Пойди действительно покури в коридоре. Я посижу с ним. Петр. Ага. Покури. А вы тут без меня. Ольга. Да брось ты тоже мне от Элла. Не буди во мне Медею. Петр. Кого? Ольга. Потом объясню. Просто пойди покурить. Петр. Ладно. Завтра я с тобой поговорю. Ольга, поговоришь, поговоришь. Иди давай. Петр нехотя выходит. Ольга садится в изголовье к Вячеславу. Гладит его по волосам. Он дремлет. Дурак ты, дурак. Ну, зачем нажрался, спрашивается. Молчишь? Молчи. Поспи немного. А мне спать сегодня нельзя. Зачем мне сегодня спать? Если скоро мы все. Вячеслав сквозь дрему. А я и не знал, что ты такая, такая, растакая. Ольга, все, ну все, хватит болтать. Поспи немножко. Картина четвертая. Часа через три-четыре. Вячеслав уже проспался. Но все еще не совсем трезв. Алексей. Нет, мое любимое. Гул затих. Ольга, я вышел на подмостки. Это знают все. А я другое люблю. Провала прошу. Провала. Гасишь. Чтоб публика бушевала и рвала в клочья кассирш. Чтоб трусиками в примерочной меня перематюгав. Зареванная премьерша гуляла бы по щекам. Как школьница после аборта. Пустой и притихший весь. Люблю тоскою аортовой мою нерожденную вещь. Прости меня, жизнь. Мы гости. Где хлеб и то не у всех. Когда земле твоей горестно. Позорно иметь успех. Вы счастливы ли? Тридцатилетняя. В четвертом ряду скорбя. Все беды. Как артиллерию я вызову на себя. Провала прошу. Аварии. Будьте ко мне добры. И пусть со мною провалятся все беды. В тар-тарары. Вячеслав, чье это? Петр Вознесенский. Вячеслав, да. Ты Вознесенского знаешь? Петр Оля любит это стихотворение. Часто его читает. Правда, Олечка? Олечка, правда. Знаете что? Посидите немножко без меня. Я скоро вернусь. Петр, ты куда? Ольга, надо мне. Петр, ладно, иди. Ольга, вы тут не скучайте. Вячеславу расскажи им про Курникова. Уходит. Картина пятая. Пауза. Мужчины сидят за столом в ожидании. Вячеслав явно приходит в себя. Так, ага. Подхожу к нему после репетиции. Спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот в этом куске что я делаю? Он краснеет, синеет, багровеет. Отвечает. Актер не имеет права спрашивать. Как я это делаю? Актер должен спросить. Что я делаю? Я в полном недоумении. Думаю, может, он не расслышал. Говорю, так я и спрашиваю вас. Что я делаю в этом эпизоде? Он начинает покрываться трупной зеленью. Глаза наливаются красным. Актер не имеет права спрашивать. Как он это делает? Актер должен спросить. Что я здесь делаю? Я смотрю на него и понимаю, что дело имею с идиотом. Извините, говорю, именно это я и спросил. Что я должен делать в этом моменте? Тут он начинает дикий ор. Вопит про мою полную бездарность, про профессиональную непригодность. Петр, это этот Курников Вячеслав? Ну да. Алексей, это еще что? Ой, я еще когда артистом работал до института. Петр, у нас Алексей? Нет, в Чебоксарах. Петр, а, да-да-да, помню, ты говорил. Алексей, у нас приглашенный режиссер был. Когда злился, особенно перед премьерой, часами в нас кидал. Один раз мне чуть по уху не попал. Петр, снял часы с руки и как швырнет в меня, еле увернулся. Вячеслав, да ну, Алексей. Что ну? На каждую премьеру сбрасывались и новые часы ему покупали. Вячеслав, сильно. Петя, а помнишь, в Тамбове на гастролях ты радистом был вместо Валерки? Петр, да, было такое. Только не вместо Валерки. Ты перепутал, а вместе с ним. Надо же было параллельные спектакли кому-то вести. Местного радиста брать? Как? Его ж вводить надо было. Попросили меня. Я все равно все спектакли знал наизусть. Вячеслав, ага, слышь, Леша, приезжаем на выездной. Гуманоиды играли. Там партитура звуковая. Ой, представляешь, ракета улетает-прилетает. Собаки лают. Петр, ладно тебе. Вячеслав, подожди, подожди. Я Лешке рассказываю. Петр, я покурить. Вячеслав, покури. Петр выходит. Собаки лают. Ракеты прилетают, улетают. Еще музыка фоновая. Танцы, песни. Этот, значит, подходит ко мне вот с такими глазами. Говорит, фонограммы нету. Как нету? Пустая, говорит, кассета. Чистая. Без записи. Алексей, ужас, Вячеслав. Именно ужас. И, представляешь, мы всем коллективом за кулисами по трубам шарахали, по коробкам каким-то, пели хором, орали, свистели, лаяли, бутылки били, железом каким-то грохотали. Алексей, представляю. Вячеслав, будешь смеяться, но это чуть ли не самый лучший спектакль был. С таким запалом, с таким куражом прошел. И зрители ничего не заметили. Алексей, а с пленкой-то что было? Размагнитилось? Вячеслав, а-а-а, размагнитилось. Мне потом монтеры по секрету сказали, что Петька ее продал за трешник. Петька, покурил? Петр, чего? Покурил, говорю. Петр, покурил. Вячеслав, а скажи-ка мне, Петр Степанович, открой тайну. Ну, зачем ты тогда фонограмму продал? Петр заходит. Ладно, дело прошлое. Но только Ольге не говорите, убьет. Выпивал я тогда. Ну, конечно, вечером после спектакля. А суточные были, ну, сами понимаете. Перепутал я. Думал, что кассета запасная, пустая, на всякий случай. Трупы горели. Алексей, эх ты, ну ты. Да, у Петра. Да. Ну, вот так вот получилось. Ладно, ты мне скажи, командировка у тебя есть? Я подумаю, как сделать, чтобы дорогу оплатить. Ну, и тебе тоже. Алексей, ты лучше скажи вот что. Я ведь так и не понимаю, зачем она нас выдернула. Вячеслав. Слушай, я не понимаю. Хотя догадываюсь. Алексей. А о чем ты догадываешься? Вячеслав. Секрет. Петр. Ну, не сложилось, Вячеслав. А что не сложилось-то? О, зря. Алексей. Да я сам понимаю, что зря. Но представь. Режиссер своей жене дает главную роль. Что будет? Вячеслав. Понятно, что будет. Слухи пойдут. Петр. Точно пойдут. Алексей. Правильно. Скажут. Ага. Как же не так сразу главную роль? Ну, такое может начаться. Петр. Да-да-да, у меня друг есть один. Театром очень художественно руководит. Точнее, считается, что руководит. А на самом деле жена его там всем заправляет. Кого хочет назначает, кого хочет увольняет. Но себе, естественно, главной роли выбирает. Хотя давно уже не девочка. А вот все хочет молодых играть. Весь город смеется над ними. А в результате театр потихоньку загибается. Был я у него года три назад. Посмотрел ее в одном спектакле. Больше не захотел. Вячеслав. Почему? Потому. Ужас просто. Влетает шпага. Вонзается в пол. Следом появляется Ольга, неся еще одну шпагу. Ольга. Оп-ля. Кто сказал ужас? Никакой не ужас. А продолжение праздника. Турнир имени меня объявляется открытым. Кому сидим? Так, встали быстренько. Переходим на сцену. Там свободно. Все встают, идут за Ольгой. Картина шестая. Сцена пуста. Выходит Ольга. За ней все остальные. Ольга. О! Замечательно. Место сколько хочешь. Петр. Ну что ты придумала? Ольга. Возражения не принимаются. Тебя, милый мой, это не касается. Ты будешь судьей. Так. Выбираем оружие. Петр. Ээээээ. Ты зачем отточенную рапиру принесла? Ольга. Шпагу. Петр. Ну какая разница? Убери сейчас же. Ольга. Петечка. Любимый. Что ты боишься? Мы ж не по-настоящему. Мы же в шутку. Леша, бери эту, Слава тебе вот эту. Дает Вячеславу острую шпагу. Алексей. А почему ему это? Ольга. Хорошо, поменялись. Вячеслав. Че-то я с ним меняться буду. Может, он лучше меня фехтует. Алексей. У тебя кто педагогом был? Любовь Михайловна? Вячеслав. Да. А у тебя? Алексей. У меня тоже. Вячеслав. Давай что-нибудь вспомним сначала. Алексей. Бой. Ромео и Тибальта. Был у вас? Вячеслав. Был. Ух ты! Сто лет в руках шпагу не держал. Вращает шпагу, делает несколько выпадов. Подожди, как там начало? Алексей. Кажется, так. Показывает. Вячеслав. Да. Кажется, вспоминаю. Делает несколько фехтовальных движений. Так? Алексей. Ага. Теперь давай в паре. Но медленно, через паузу. Начинают фехтовать, вспоминая каждое движение. Ольга. О, здорово. Здорово. Петя, а ты боялся. Видишь? Красота какая. Помнят черти. Люблю вас. А объявляется приз. Кто пропустит меньше уколов, того королева поцелует. Петька, не возражай. Петр, может, лучше не надо? Ольга. Чего не надо? Петр. А вот этого вот. Ольга. Молчи, презренный трус. Мальчики. Вы только поаккуратнее. Слава к тебе относится в первую очередь. Вячеслав. Да. Ах, ну ты ж видишь, я ж почти все забыл. Ольга, ничего, 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 вспомнишь. Давайте еще раз для тренировки. Ну, поехали. К бою. Вячеслав и Алексей фехтуют. Сначала с паузами, долго примериваясь. Потом входят в раж. Обмениваются ударами, уколами. Повторяют рисунок боя несколько раз. Петр, крутя в пальцах сигарету, хмуро на них смотрит. Ольга визжит от восторга. Соперники молчат, лишь иногда выражают свои эмоции между метиями и краткими восклицаниями. Алексей явно побеждает. Вячеслав, пропустив очередной удар, с досады швыряет шпагу в Алексея. Ольга отталкивает его, попадая под удар. Шпага пронзает ее. Ольга медленно оседает на пол. Все бросаются к ней. Петр, Оля! Приподнимает ей голову. Ты что, Оля? Вячеслав, о господи, в скорую звони. Чего тормозишь? Звони скорее. Ольга, мальчики, родные мои. Алексей, молчи, тебе нельзя говорить. Петя, у тебя спирт есть? Петр набирает на мобильнике номер. А, нету сети, нету. Что ты сказал? Алексей, спирт есть? Неси. Петр, какой спирт? Зачем спирт? Оля, не умирай, родная. Слышишь меня? Всхлипывает. Вячеслав дает ему пощечину. Очнись! Не распускай нюни. Беги в кабинет. Звони оттуда по городскому. Скажи несчастный случай. Ольга, мальчики, больно. Я думала... Петр, подожди, подожди. Только не умирай. Я сейчас, я сбегаю, позвоню в скорую. Алексей, спирт принеси, если есть. Петр, принесу, кажется, есть. Вскакивает и убегает. Ольга, Петя, куда он? Вячеслав, звонить в скорую. Ольга, зачем? Алексей, ну-ну-ну-ну-ну, успокойся. Постарайся не разговаривать. Тебе вредно разговаривать. Сейчас скорая приедет, все будет хорошо. Ольга, почему вредно? Мне полезно. Мне даже нужно именно сейчас. Вячеслав, если ты не замолчишь, я не знаю, что сделаю. Ольга, ты уже сделал, Славочка. Первый мой любимый. Почему так больно, Алексей? Ты будешь слушать? Тебе нельзя говорить, у тебя рана. Ольга, у меня все сердце в ранах, вся душа в ранах. А, это так пустяки. Ну, подумаешь, за носа в груди. Алексей, сейчас Петя спирт принесет. Мы за носу вынем, рану продезинфицируем. Вячеслав, ты охренел, вынем. Как это ты вынимать ее будешь? Это нельзя, скорую надо ждать. В больницу везти. Ольга, спасибо тебе, Славочка. Лешенька, и тебе спасибо. Вячеслав, за что? Я же не хотел, ты же сама. Ольга, сама, сама, именно, сама. Я мечтала, я ждала. Я хотела именно так, чтобы в театре, чтобы тут. Я боялась и вас позвала, чтобы вы помогли мне. Алексей, бред. Ты что, хотела, чтобы мы тебя убили? Бред. Слава, она бредит. Вячеслав, ну где ж там Петька? Что так долго? Я потороплю. Алексей, давай, давай, давай. Я голову подержу. Вячеслав выходит в коридор, слышен его голос. Петя, 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 скорее. Ольга, он не услышит на втором этаже. Лешенька, ты хороший. Лешенька, я тебя любила даже больше, Славки. Слышь меня, Алексей. Слышу, слышу. Ты давай, помолчи все же. А то кровь, Ольга. А, кровь, я боюсь крови. Алексей, вот и помолчи. Ольга, поцелуй меня, Леша. Алексей, что ты придумала? Ольга, ты же хотел. Поцелуй. В коридоре слышны голоса. Вячеслава, давай, скорее, Петр. Бегу, бегу. Едут уже. Надо дверь вскрывать. Ключи запасные в нижнем ящике должны быть. Заглядывает Вячеслав. Уже едут. Мы дверь пошли вскрывать. Как она? Алексей. Бредит. Вячеслав, мы сейчас. Исчезает. Ольга. Ну? Алексей, что ну? Ольга, поцелуешь меня? Алексей, ну зачем тебе это? Нельзя тебе. Ольга, не зачем, а просто так. Любимый муж. Второй и единственный. Любимый, я тебя за этим позвала. Алексей, что ты сказала? Ольга, то, что ты слышал. Алексей, не говори так. А как же Петька? А Славка как же? Ты же говорила, он, любимый, первый. Ольга, не верь, Лешенька. Разве актрисе можно верить? Играла и одразнила тебя. Ты у меня единственный сейчас со мной. Ты победил. Твой приз. Постепенно затихая. Добрый, честный ты человек. Я же тебя оставила первая, а ты все простил. Только о моем счастье и думаешь. Я ведь знаю, как ты любил меня, как до сих пор еще любишь. И ни одним-то упреком, ни одним горьким словом ты не упрекнул меня за все это время. А я, боже мой, как я перед тобой виновата. Помнишь? Помнишь наше время с тобою? Ох, лучше б я не знала. Не встречала б его никогда. Жила б я с тобой. С тобой, добренький ты мой, голубчик ты мой. Нет, я тебя не стою. Видишь, я какая в такую минуту. Тебе же напоминаю о нашем прошлом счастье. А ты и без того страдаешь. Алексей слушает молча. Потом целует Ольгу долгим поцелуем, затем кладет свою голову ей на грудь. Вбегают Вячеслав и Петр. Петр, Олечка, родная, сейчас будет скорая. Алексей, Петя, она тебя больше не слышит. Темнота. Негромкая светлая музыка. Занавес. Эпилог, которого может и не быть. Включается трансляция. Слышится голос режиссера. Прогон закончен, все молодцы. Свет в зале включите, пожалуйста. Дежурку на сцену дайте. Включается свет в зале. И дежурный свет на сцене. Голос режиссера. Так, мужчины, актеры, помогите Ольге Николаевне. Любое другое имя, в зависимости от имени исполнительницы. Подняться помогите. Олечка, молодец. Сегодня ты молодец. Через 15 минут жду всех в кабинете на разбор полетов. Потом дирекция обещала небольшой фуршет. Так, все выходим на авансцену, репетируем поклоны. Начали. Поклоны. Финал. 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 Субтитры создавал DimaTorzok